Привет, привет! Меня зовут Наталья. Сегодня у меня вот такой пациент. Это ботинки. Ботинки моей дочери, которая отходила в них один сезон. Они достаточно неплохо пошиты, но из некачественного, дешевого кушзана. И после сезона носки весь этот дермантин повздувался, облучился и ходить в этом уже, разумеется, нельзя. Вот он. Я его корябаю и он вздувается. Что делать? Выбрасывать? Ну, перед тем, как выбрасывать, я думаю, стоит попробовать это починить. Я посмотрела на ютюбе, посмотрела в сети. Люди рассказывают о некой жидкой коже. Стало интересно, что это такое. Я ее разыскала и хочу попробовать с помощью нее вот эти вот все вздутости, облезлости зашпаклевать. Получится, не получится, в любом случае вещи испорченные, носить их нельзя. Вот такая вот жидкая кожа. Она есть на мастерке, есть в каблучке, в других интернет-магазинах, я думаю, тоже есть, якобы, Талия. Похожа она на гуашь. И вот с помощью нее я хочу реставрировать ботинки. Конечно, эта жидкая кожа предназначена не для кожзама, она предназначена для изделий из натуральной кожи. Но майму-то еще майму. Поэтому будем пробовать. Разумеется, перед тем, как шпаклевать, все вот эти вздутости я почищу с помощью вот макетного ножичка, ножничек, наждачной бумаги. Пинцет будет помогать. И, конечно же, мой любимый дремель, без него никуда. Чтобы все это зачистить до гладкого состояния и сгладить вот этот переход между верхней пленочкой и основой тканевой. Сейчас я зачищу и потом будем покрывать жидкой кожей. Конечно, если бы это была кожа, было бы было бы немножко легче. А пленку я начинаю шкрябать, она все больше и больше, естественно, сдирается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вот так это выглядит после зачистки. Достаточно большие залысины получились. И большую часть пришлось все-таки работать дремелем с мелкоабразивной насадкой. Даже не знаю, без дремеля, наверное, мне было бы сложно. Потому что его чем больше ковыряешь, тем больше, естественно, пленка вздувается. А с помощью дремеля и мелкой вот этой абразивности мне нужно было сгладить вот эту ступенечку. Она хотя и очень маленькая, но она заметная. Вот ступенечка именно пленки и основы. Ну, вот достаточно большие такие, видите, залысины. Но то, что отслаивается, его, разумеется, нужно отслаивать. Ни в коем случае нельзя оставлять. Вот, теперь это все я хочу обезжирить. Я возьму такой растворитель. Какой у меня есть, такой и беру. Вот так. Это дело мне нужно вот так вот обезжирить. Точнее, один ботинок и второй. Так, ну, теперь будем пробовать наносить нашу жидкую кожу. Буду пробовать наносить кисточкой. Вот, один убрать. Спасибо. Я думаю, что я ее нанесу только сначала, только на вот эти вот залысины. Подожду, пока высохнет. И думаю, нужно будет еще раз подзачистить. А потом можно и весь ботинок. Ну, сейчас вот она по цвету отличается, она блестит. Поэтому надо подождать, пока высохнет, чтобы видеть, как это будет. И вот моя краска подсохла на вот этих вот залысинах, где я грунтовала. Конечно, выглядит это еще не очень хорошо. То есть, видны повреждения, что они просто замазюканы. Это не есть хорошо. Поэтому я буду это все еще раз зашлифовать. Оно стало вот более жестким таким. И пленочка как-то это стало крепче. Вот. Я возьму, опять же, дремель. И, скорее всего, какую-то такую полирующую насадку. И попробую все это зачистить. И вот такой вот еще отличный помощник. Кстати, не у всех есть дремель. Поэтому, девочки, наши пилки для ногтей очень уместны в этом деле. Сначала более крупненькую, с более крупной абразивностью сторону. И потом более мелкую. И нужно вот это все дело хорошенько зашлифовать. И самой-самой мелкой. Ну, вот сейчас я этим и займусь. После того, как все это зачищу, я еще раз покрою все жидкой кожей. И думаю, что покажу уже готовый результат. Так. Ну, и вот, что у нас получилось. Точнее, у меня. Я надеюсь, видно. Не знаю, мне нравится. Конечно, не прям совсем не видно. Если присматриваться, то заметно, что здесь что-то делалось. Но, тем не менее, ботинки носить можно. Я результатом довольна. Поэтому, по моему мнению, жидкая кожа вещь хорошая. Я думаю, что если бы это была натуральная кожа, результат был бы гораздо лучше. Но, так как это дермантин, вы понимаете, что я беру дремелем, начинаю шлифовать. И пленка эта поднимается, сворачивается. Ну, пришлось немножко повозиться. Наносить один слой краски, сушить, шлифовать. Опять наносить, сушить, шлифовать. Но, тем не менее, ботинки еще послужат. Вот, вот, вот здесь вот вы видели, были залысины. Здесь, здесь. Вот это вот все я вычищала. Вот здесь. А здесь так вообще полботинка была вычищена. Здесь пятна. Здесь вот это все было снято до основания. Так что, девчонки и мальчишки, жидкая кожа мне понравилась. Поэтому вывод такой. Прежде чем что-то выбрасывать, нужно попробовать это реанимировать. Все, всем спасибо, всем добра, пока-пока.